На очередной сессии собрания депутатов Ненецкого округа глава региона Юрий Бездудный отчитался о деятельности администрации в 2020 году. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры наложили свой отпечаток на все сферы деятельности в Ненецком округе в 2020 году. Снизить уровень заболеваемости в регионе одна из главных задач прошлого года. И с ней округ справился. Более того, укрепил свои позиции в сфере здравоохранения. В 2020 году для работы в медицинских организациях региона было привлечено 19 врачей и более 30 специалистов среднего медперсонала. За счет средств федерального бюджета было закуплено 14 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму более 55 миллионов. Это две ультразвуковые системы для диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Автальмологическое оборудование, планшеты для отделения скорой помощи, оборудование для развития системы палеотивной медицинской помощи, а также четыре аппарата искусственной вентиляции легких и аппарат для насыщения крови кислородом. Такой техники в последнее время мы просто не покупали и именно ковид подтолкнул нас к тому, чтобы оснастить койки кислородом, покупать аппараты ИВЛ, ИКМО. И это, собственно, было требование времени. Также в 2020 году в 12 населенных пунктах округа в рамках национального проекта здравоохранения были установлены новые здания фельдшерских здравпунктов. В этом году их планируется лицензировать и дооснастить оборудованием. Летом здравпункты откроют двери для пациентов и жители сел смогут лечиться в комфортных условиях. Уже после отчета депутаты обратились к главе региона со своими вопросами, в том числе по развитию здравоохранения. Какие еще меры по улучшению материально-технической базы и медицинских учреждений Ненецко-автомного округа предпринимаются? Понятно, что пристройка к окружной больнице, за которой мы сейчас так активно бьемся, она влечет за собой более серьезное оборудование. Мы бы, конечно, хотели поставить МРТ, потому что МРТ – это ранняя диагностика онкологии. И у нас эта тема, она настолько сегодня злободневная, что было бы МРТ, может быть, мы смогли бы здесь диагностировать то, что потом мы ловим уже совершенно на других стадиях. Поэтому работа эта проводится, проводится, оборудование закупается, и мы четко определяем приоритеты, что нам сегодня надо. В своем отчете глава региона затронул практически все направления деятельности администрации в различных сферах жизнедеятельности округа. В образовании, сельском хозяйстве, энергетике, развитии инфраструктуры, а также поставил задачи на предстоящий период. Отчет, он предполагает будущее. И самое главное, есть те вопросы, которые требуют финансового обеспечения, и те вопросы, которые требуют именно организации самой работы. Вот понимаете, я хотел бы на этом обратить особое внимание, потому что в силу ограничения финансовых средств у нас есть гораздо больше желаний, и они сопрягаются с финансовыми возможностями, о чем Юрий Васильевич неоднократно входит в свои доклады, и при ответах он об этом, на это обращал внимание. Я сам вычленил порядка девяти основных направлений, и вы понимаете, что их, конечно, гораздо же больше, но тем не менее, центральные вопросы, которые касаются жизнедеятельности нашего региона, те вопросы, которые касаются интересов жителей, они были отражены в отчете. Это очень хорошо для того, чтобы мы могли планировать и работать в дальнейшем. Ну и отдельный вопрос, он сейчас для нас является первоочередным, я так считаю, что умение работать с федерацией, с федеральными органами в рамках Совета законодателей, в рамках комиссии в Совете Федерации. Это очень важное направление. Хотелось бы, чтобы все департаменты максимально активно подключились к этой работе. На сессии депутаты собрания рассмотрели 17 вопросов повестки дня. Более подробно о решениях, принятых на сессии, расскажем в ближайшем выпуске программы «Законодатели». Ольга Русул, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север».